Жаркое солнце сияет над бесконечными равнинами. Сейчас полдень, и вы провели всё утро в напряжённой работе, загоняя скот в загон. Едва вернувшись на своё ранчо, вы получаете известие, что вас кто-то обокрал. Скотокрады угнали почти всё ваше стадо. Вам нужно действовать быстро, чтобы поймать этих мерзавцев. Вы садитесь на лошадь и мчитесь голопом долгие мили, и преследуя их по пустынным равнинам до небольшого городка. Вы проезжаете мимо салуна, где, как вы видите, происходит что-то странное. Вы распрягаете и привязываете лошадь, поправляете ковбойскую шляпу и входите в салун, распахивая двери. Все внутри молчат, наблюдая за вашим эффектным появлением. Приветствую вас. Говорите вы как можно более низким голосом. Кажется, у нас здесь ситуация. Что ж, если бы вы родились в 60-х годах 19 века на Диком Западе, всё это могло бы произойти с вами. Правда, в менее романтичной версии. Дикий-дикий Запад завладел воображением людей с тех пор, как Голливуд начал рассказывать свою версию, каково это быть ковбоем. Его истории включали переполненные салуны, охотников за головами и большое количество кожаной одежды в очень жаркую погоду. Конечно, голливудская версия Запада была скорее вымышленной, чем реальной. Жизнь настоящих американских ковбоев была не столь насыщена событиями. Но она всё равно была полна увлекательных историй. Начнём с салунов. Да, салуны более чем реальны. В то время они служили социальными центрами, где могли встречаться люди из всех слоёв общества. Скажем так, это были социальные сети того времени. Жизнь на американском фронтире была захватывающей, но в то же время одинокой. Люди жили в маленьких городках и поселениях, часто на большом расстоянии друг от друга. Поэтому посиделки в салунах были отличным способом пообщаться и узнать что-то новое. Представьте себе поселенцев, местных жителей, исследователей и ковбоев, которые встречались, чтобы обменяться мнениями и хорошо провести время. Вопреки тому, что нам внушает популярная культура, в салунах не так уж часто происходили столкновения. Они случались, но это не было правилом. Скорее, салуны служили местом для деловых переговоров и даже для проведения серьёзных политических мероприятий. Они были универсальны. Обычные исследователи преодолевали большие расстояния, и им требовалось место для ужина и ночлега. Это тоже можно было найти в салуне. Некоторые заведения были чем-то вроде хостелов, также в них велась торговля. Фермеры из одного региона могли встретиться в салунах с поставщиками или фермерами из других регионов, и они обменивались всем необходимым прямо на месте. Некоторые салуны были аскетичными, более или менее похожими на те, которые мы видим в фильмах Джона Форда. Построенные полностью из дерева с простыми стульями и стойкой, которая служила баром. Салуны, которые стали появляться в больших городах, таких как Сан-Франциско и Сиэтл, были намного роскошнее. В некоторых из них даже были люстры и изысканные зеркала. О, и если вам интересно, почему ковбой в начале видео так разволновался после того, как кто-то угнал его стадо? Ну, жизнь на Диком Западе была нелегкой. Ковбоям приходилось быть изобретательными, запасать мясо так, чтобы оно не гнило, и всегда следить за тем, хватит ли у них еды на сезон. Их кухня может показаться нам странной, например, кофе из сладкого картофеля и пирог с уксусом. Вы не в восторге? Я тоже. Как бы то ни было, на Диком Западе были не только салуны и странная кухня. Люди были изобретательны в своих хобби и развлечениях. К примеру, существовала такая вещь, как табло вивон, что переводится как «живые картины». Люди собирались на площадях или в небольших театрах и с нетерпением ждали этого представления. Актеры наряжались в старинные костюмы и воспроизводили известную картину в реальной жизни. И зрителям это нравилось. Представление было чем-то средним между пьесой и натюрмортом. При правильном музыкальном сопровождении зрители были полностью захвачены и заворожены. Ну а кому бы не хотелось увидеть, как оживает картина Леонардо да Винчи? А еще были цирки. Жители Дикого Запада с трепетом ждали приезда в город цирка с его экзотическими животными и уникальными артистами. Возможно, самое знаковое шоу устраивал цирк «Дикий Запад» Буффало Билла. Цирк проезжал парадом по городу, чтобы все знали о его прибытии. В ряд выстраивались джентльмены-ковбои, одетые в свою традиционную одежду. Некоторые из них ехали верхом на лошадях, другие шли пешком. Шоу «Дикий Запад» Буффало Билла демонстрировало исторические реконструкции и завораживающие представления. На них ходили всей семьей. Помимо шоу, люди приходили посмотреть на самого Буффало Билла. Этот человек был легендой Дикого Запада. Он, пожалуй, наиболее близок к голливудскому ковбою. Вы только посмотрите на него. По его признанию, он получил свое имя благодаря безумному количеству буйволов, с которыми он познакомился за свою жизнь. Он очень хорошо научился скакать на лошадях на большие расстояния за рекордное время. Некоторые говорят, что он был олицетворением храброго и благородного ковбоя из голливудских фильмов. Более того, Буффало Билл был тем, кого мы сегодня называем предпринимателем. Его шоу началось на Западе, но оно гастролировало по всей территории США и выезжало на зарубежные гастроли. За более чем 30 лет шоу посмотрело огромное количество американцев и европейцев. Говорят, что представления Билла в значительной степени способствовали созданию мифов о Диком Западе, которые дожили до наших дней. Чем еще занимались люди на Западе, чтобы скоротать время? Они катались на быках. Многим это нравилось. Это развлечение стало настолько популярным, что распространилось по нескольким американским штатам и существует до сих пор. Зрители смотрели, как смельчаки пытаются оседлать настоящих быков. Шоу сопровождалось дополнительными развлечениями и стало чем-то вроде карнавала. Там можно было попробовать накинуть лосо на скот, поучаствовать в скачках и борьбе быков, и это развлечение могло длиться целый день. На Диком Западе существовали организованные виды спорта. Одним из самых популярных был бокс. Ажиотаж вокруг поединков был таким же, как и сегодня. Зрители делали ставки и обсуждали, кто, по их мнению, победит, а кто проиграет. Бойцы сражались за титулы и призы, включая трофеи и деньги. Боксерские матчи были аттракционом, который вносил оживление в скучную повседневную жизнь не такого уж Дикого Запада. Хм, а вот еще момент. Вы вряд ли подумаете о бейсболе в контексте Дикого Запада, но он там был. Александр Джой Картрайт-младший. Один из создателей бейсбола решил присоединиться к калифорнийской золотой лихорадке, которая привела его на Дикий Запад. И что ж, он привез с собой бейсбол. Игра завоевала популярность в Нью-Йорке и Нью-Джерси, но начала распространяться и на Диком Западе. Постепенно там появились и профессиональные команды, но к тому времени, когда это произошло, около 1869 года бейсбол уже распространился как любительский спорт. Именно тогда были основаны и стали популярными такие команды, как Иглс и Редроверс. Так что на Диком Западе было много всего, кроме ковбоев. Например, гремучие змеи. Бррррр.